МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдельных политических лидеров, руководителей ряда международных структур и глав серьезных компаний мирового уровня. И поговорим об этом сегодня, может быть, чуть-чуть шире рассмотрим через призму формирующегося нового мирового порядка и роли значимости Азербайджана на этой новой площадке. А повторимся, она формируется на наших глазах. И постараемся немножко, может, даже с философской точки зрения подойти к этим вопросам. У нас очень интересные гости. С нами в студии Ирина Ханумир-Касимова, филолог, публицист. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Рады видеть вас. Якуб Корейба, политолог из Польши. Здравствуйте, пан Якуб. Добрый вечер, Таймур Малин. Ну, как вы знаете, обычно у нас мы первое слово всегда предоставляем гостям по Zoom. Но сегодня, я думаю, вы с пониманием относитесь. Мы начинаем беседу с Реной Ханум-Миркасимовой. Я хотел бы чуть-чуть сказать о том, что Рену Ханум знают очень многие, как дочь Октая Миркасимова, известного кинорежиссера. И часто бывает у нас в гостях. Но дело в том, что Рену Ханум уже сама себе сделала имя. Причем, так скажем, очень известная. Она и философ, она хотя бы представляется филологом, и философ, и социолог, в чем-то и политолог. И я думаю, что нам было бы интересно все же услышать ваше мнение, ваш взгляд с такой точки зрения. Вот вы живете за рубежом, живете давно, у вас интернациональная семья. И в то же время мы видим патриотизм, мы его все время чувствуем в вас. Мы видим вашу любовь к родину, вашу любовь к корням. И в свете того, как на инаугурационной речи президент Азербайджан Айхам Алиев актуализировал сохранение национальных, культурных ценностей, духовных. Как вам видится это, и как вы живете сама в этом? Что вы в этом видите с точки зрения национальной идентичности в целом? Важный вопрос на сегодня. Да, мне тоже кажется, что он важен. Вы знаете, в стране, в которой я живу, а я живу в Израиле уже 34 года, есть такая песня, если ее перевести, то в рефрине, в ее припеве звучат такие слова. «Вещи, которые видны отсюда, не видны оттуда». Я обожаю эту фразу. Поэтому поначалу, когда я только уехала в Израиль, а произошло это в 90-м году, то поначалу, конечно, это казалось трагедией, разлука с родиной, с родными, с друзьями и со всем тем, что ты впитал с молоком матери. Но потом с годами я поняла, что я, может быть, даже и приобрела больше, чем потеряла. Потому что я приобрела еще одну замечательную страну, которую я полюбила, совершенно не потеряв связи со своей родиной, которую я продолжаю обожать и интересоваться всем до мелочей, буквально всем, что происходит у нас здесь в Азербайджане. И не считая себя в отрыве, хотя физически я нахожусь в отрыве, но ментально и духовно, конечно, постоянно связано. И даже то, что я нахожусь на расстоянии, несмотря на частые приезды, позволяет мне, может быть, как-то отстраненно и каким-то образом, знаете, издалека посмотреть на те или иные проблемы, это порой помогает. Вся моя деятельность связана с тем, что я все время путешествую, разъезжаю по разным странам, и эти сравнения, которые я себе позволяю во время путешествий или во время подготовки к этим путешествиям, они мне позволяют каким-то образом, может быть, даже лучше или с другой призмой понять все процессы, которые произошли с моей родной страной, с моей родиной, с тех пор, как я уехала, а это ровно 34 года, важнейший период кардинальных изменений в Азербайджане, важнейший период вступления Азербайджана в геополитику, уже вот такое активное участие, все более и более нарастающей силой присутствия Азербайджана в этой геополитике. А геополитика – слово новое, его обосновал первый раз в 1897 году Фридрих Рацель, немецкий географ, но как понятие оно-то старое, оно существует ровно столько, сколько существует государство. – Ирина Хану, вот я слышал ваше выступление несколько дней назад, и вы там очень интересно выразили, что наоборот, даже вдали от родины, вы себя почувствовали именно азербайджанкой, именно человеком, который принадлежит вот Азербайджану, несмотря на любовь и к Израилю, и все время путешествия, то есть вы по-новому взяли вообще вот эти корни, литературу. – Ну, оно просыпается, оно ведь просыпается, когда ты находишься в периоде тоски или сравнения, или просто каких-то раздумий над тем, что было и над тем, что будет. И еще маленькая добавочка к вашему вопросу, если вы позволите. Один очень-очень умный человек, гениальный, очень-очень давно, в X веке до нашей эры, звали его Шломо бен Давид или Сулейман ибн Дауд, или Соломон Давыдович, царь Соломон, он ведь сказал гениальнейшую, умнейшую фразу, на которой я строю вообще всю свою деятельность. Он уже в X веке до нашей эры сказал следующее. Что было, то и будет. Что происходило, то и будет происходить. И нет ничего нового под солнцем. Бывают, смотрят или скажут, смотри, это новое. А оно уже было в веках. Ничего не меняется. Меняется наша внешняя оболочка, наша мода, одежда, гаджеты появляются. Вместо лошади люди передвигаются на самолетах или скоростных поездах. – А суть остается. – А суть наша остается. И поэтому, ну, что может вам не поменяться? Я как родилась, так и осталась точно так же, как и вы, и, наверное, наш замечательный собеседник. И все остальные. Суть человеческая не меняется. И это очень помогает наблюдении, в исторических наблюдениях, и даже в политических, в коих я не сильна и не считаю себя политиком. Но что-то размышляю. Здесь, знаете, что интересно, как раз вот президент Ильхам Алиев, тоже в инагурационной речи, он вспомнил, сказанное общенациональным лидером Гейдаром Алиевом, об азербайджанстве. И говорит, вот эта национальная идея, которая была заложена, как раз-таки вот это еще был 2001 год, он встречался, первый съезд азербайджанцев мира. И как раз говорил об азербайджанстве, и говорил, что мы бы хотели, да, продвижение наших соотечественных за рубежом, мы не вмешиваемся никогда в это состояние ни души, ни жизни и так далее, но мы бы хотели сохранение культурно-исторических традиций. И вот на вашем примере, кстати, вот мы видим вот эту вот национальную идентичность, все же она, насколько она сильна у нас. И когда мы говорим азербайджанский народ, все время подчеркиваем вне зависимости от национальной, религиозной принадлежности и места жительства. И сейчас вот в продолжение этой темы, пан Якуб, хотелось бы услышать вас уже, может быть, в преломлении к сегодняшнему дню. Вот мы видим происходящее в мире, и, к сожалению, вот та моральная деградация, я не знаю, как ее можно моральной деградацией назвать, вот что происходит в мире. И действительно ведь национальная идентичность, она становится тем стержнем, который, может быть, единственным на сегодня укрепляет реальный путь к национальной независимости того или иного государства. И Азербайджан показывает, насколько вот именно сохранение традиций культурно-исторических, духовных, укрепление вот этих категорий, она формирует и патриотизм, который и позволяет становиться азербайджанскому народу единым, что привело и к победе в Отечественной войне, что ведет и к развитию экономики, политики. Вот те успехи, то, что мы видим сейчас, и которые вот на наших глазах элементарно даже происходят исходят вот в Мюнхене, и когда даже в преддверии господин Шольц поздравлял Ильхама Алиева с победой на выборах, он говорит, с удовольствием буду ждать нашей с вами встречи в Мюнхене. Вот как бы вы охарактеризовали это взглядом из Польши? До того, как ответить на ваш вопрос, Таймур Муэлли, позвольте небольшой комментарий от себя, потому что Рина Ханум говорит так интересно, что невозможно пройти мимо. Вы знаете, я бы добавил один элемент к вашим рефлексиям, к вашим высказываниям, по личному опыту. У меня жизнь так складывалась, что я успел и пожить, и поработать, и поучиться за границей. И когда мне было там 20, 30, даже 35, я это делал с огромным удовольствием, энтузиазмом. Знаете, собрать рюкзаки или чемодан куда-то поехать вообще не проблема. Были такие годы, когда я больше времени проводил в путешествиях, чем дома. А с возрастом, вот ближе к 40 годам, ну это по естественным, наверное, для всех людей причинам, это начало меняться. И сейчас вот этого энтузиазма, ну он есть не всегда. То есть, знаете, собраться в аэропорт, значит, 5 часов лететь или 10. Ну, и у меня очень часто сейчас бывает, что, вы знаете, а лучше я дома побуду с женой, грядку покопаю, вот посижу, книжку почитаю вот в своем кресле. Вот такие вещи, такие мысли. Вот жизнь меняется. Но в этом всем есть исключения. Вы знаете, я вот позавчера пришло приглашение на конференцию в Баку. Очень интересная конференция. Но суть даже не в том, что это интересная конференция, а в том, что я себя почувствовал, как будто мне вновь 20 или 25. То есть, есть страны, есть люди. Куда тянет? Вот есть народы, есть места, которые вызывают у меня тот энтузиазм, который был 20 или 25 лет назад. То есть, вы знаете, вот есть у вас что-то такое. Я себя понимал на том, что у меня эмоции, как у 20-летнего человека, что я жду не только интересных встреч по работе, интересного обмена мыслями, интересных выступлений и так далее, мне просто приятно, чисто эмоционально, приятно, что у меня будет возможность побыть в Баку, посмотреть на вас, на ваших людей, попробовать вашу кухню опять, или просто пройтись по набережной и посмотреть на город. То есть, я понял, что после того, как видел 70 или 80 стран, вот ко многим отношусь, ну, нейтрально или не особо, ну, без эмоций, да, или чисто, чисто научно, чисто там, из-за профессионального интереса. А есть страны, такие, как... Политологически, аналитически. Да. А есть страны, которые вызывают вот такой, вы знаете, вот чистый, юношеский, даже энтузиазм. И я поймал себя на этой мысли и понял, что это что-то уникальное. И я думаю, я не уверен, потому что нужно было бы на самом деле у вас спросить, что это уникальность, это идет из того, что с одной стороны у вас очень сильная национальная идентичность. То есть, вот, ну, любой азербайджанец понимает, кто он. Он понимает, во что он верит, чего он хочет, что ему нужно от этого мира и что он хочет делать в своей жизни. То есть, очень сильная национальная идентичность. А с другой стороны, она вовсе не агрессивна. Нет того, что есть во многих странах, во многих регионах, то вот ты приезжаешь куда-то, вот не буду называть страны в Европе, да, но есть такие, и на Западе, и на Востоке, в разных местах, где тебе сразу дают понять, ну, в той же самой Франции, например, где я проучился, что ты какой-то не такой, да, что вот ты какой-то неправильный, да, и ты, 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 знаете, вот сыр этот бри или камомбер, ты с неправильной стороны режешь, да, и, в общем-то, ты, ну, говоришь на французском, но на самом деле ты плохо говоришь на французском. И, в общем, вот эта вся твоя Польша, ну, это хорошо, но это же не Франция, да? И так далее. Ксенофобия, ксенофобия, расизм своего рода. А вот в Азербайджане этого нет. Знаете, вот я человек из другой культуры, другой конфессии, другой национальности. Ну, и магиная, ну, то есть то, как мы росли, как мы создали, как мы создавались как люди, ну, это, ну, вроде бы совершенно другие условия. Но в Азербайджане ты этого вообще не чувствуешь. И вот это соединение, с одной стороны, очень сильной идентичности, очень сильной веры в свое, а с другой стороны, отсутствие агрессивности, отсутствие ксенофобии. И вот такая вот гостеприемность и такой, я бы сказал, природный, вот естественный, имманентный интерес к другим людям. Вот это вот соединение, оно уникальное. Оно встречается очень редко. Вот обычно это либо одно, либо другое. Либо вообще ни одного, ни другого. А вот в Азербайджане есть и то, и другое. И я думаю, в этом, ну, на самом деле, источник того, что мне так приятно всегда в Азербайджан приезжать и в нем находится. И приходя вот к ответу на ваш вопрос, сейчас очень интересное время, оно интересное во многом, потому что происходит много плохого. И вот мы живем в интересные времена и видим, что многие страны, в том числе те, которые, ну, по сути, то должны быть лидерами, да, сильные, богатые, мощные страны, у которых огромный потенциал, они этот потенциал не реализуют. А вот Азербайджан, это пример того, как можно поднять страну из... Ну, мы все помним, вот я помню, как выглядела Польша 30 лет назад. Вы, наверное, тоже помните Азербайджан тогда. Такой масштаб проблем достался после всех прежних времен. И вот с учетом этих огромных проблем Азербайджан дает пример, что вот можно и себя сделать лучше, и регион сделать лучше, и другим давать пример. И ведь посмотрите, что это в мире замечают, что вот этот огромный контраст между всем этим позитивом, который привносит Азербайджан, и всем тем негативом, который нас окружает. Ну, посмотрите, вот, например, на встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Олафа Шольца. Вот во время таких встреч всегда есть два аспекта. Вот содержание и форма, которое иногда говорит гораздо больше, чем само содержание, про которое мы узнаем через 10 лет, когда все рассекречено, или вообще никогда не узнаем. Вот если канцлер Германии, другие лидеры современного мира просят о встрече президента Азербайджана, значит, Азербайджан, во-первых, страна с огромным авторитетом, страна, которая умеет решать проблемы. И, во-вторых, это страна, которая нужна современному миру. То есть это страна, которая не только решает свои проблемы, это страна, которая использует на практике свой собственный потенциал для того, чтобы сделать что-то для других. И другие это видят, и поэтому заинтересованы во встречах с президентом Азербайджана и в том, чтобы поделиться его взглядом и взглядом Азербайджана в целом. Потому что президент же реализует интересы страны. И реализует их таким образом, то мир видит, что можно в этом мире достигать хороших результатов. Спасибо за очень такой взгляд. Интересно, Якубей, вы как раз-таки проводите такую линию от национальной идентичности. Как раз хотелось вот это услышать к сегодняшнему дню. То есть заложенные корни, то есть воспитание, это земля, это литература, музыка, она и создает народ таким, каким он на протяжении, скажем, своего развития, он только усиливается в этом плане. И как раз вот сейчас уже, если можно, Ренахану, вот Якуб Курейба говорит фактически о созидании, о созидательной роли азербайджанского народа. Мы действительно это видим на примере освоения освобожденных от оккупации территорий. Вот взгляд ваш на это с точки зрения, ну вы же смотрите из различных стран, из различных регионов мира. Какие ассоциации и в чем вы видите основу этого? Я когда слушала Якуб Бея, я прямо радовалась, меня порхало все в душе, потому что отзвуки того, о чем я думаю, абсолютно слились с теми звуками, которые он изобразил в своей речи, я имею в виду, философские мысли его. Я даже посмотрю не с точки зрения, не сквозь призму путешествий, а сквозь призму путешествия в прошлое, путешествия в историю. Вы знаете, я не могу не привести цитату из уст удивительного человека, его можно назвать великим и ужасным, и прекрасным, и талантливым, и жестоким. В истории нет хорошо и плохо, я не имею права рассматривать это так, я имею право рассматривать историю как факты. И вот образ Наполеона, которого в детстве я ненавидела, потому что узнала его сквозь, через устальва Толстого, который правильное дело, он был патриотом, он описывал плохого Наполеона и прекрасного Александра I. А я потом изучала эту фигуру, изучала на острове Эльба, изучала в Италии, изучала во Франции, и я поняла, что он абсолютно неоднозначен, но то, что он гениален, это 100%, правда, для меня, во всяком случае, по моему скромному мнению. И цитаты из его высказываний я всегда использую для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную точку зрения. Вот эта простая фраза, простая на первый взгляд, даже клишеобразная, что география – это судьба, на самом деле это бездонная почва для размышлений, бездонная. Потому что пока, прежде чем я перейду к Азербайджану, два-три примера маленьких и очень быстро. Вот, например, постоянные античные войны древние, которые назывались пуническими войнами, их было три, и они происходили между Карфагеном и Римом. А Карфаген, как сказал сенатор Катон, совершенно верно, должен быть разрушен. Ведь это абсолютное доказательство того, что они боролись за превосходство в бассейне Средиземноморья. А там есть очень-очень важный один пролив. Он всегда назывался Геркулесовой столбы всю жизнь. Пока в 711 году Бербер по имени Тарик не переплыл этот пролив и не попал в Европу для строительства, завоевания страны Эль-Ван-Далус или Андалуси. Он переименовал это в свое имя. Он сказал, это не будет Геркулесовой столбы, это будет Джабаль-Аль-Тарик. И получился Гибралтар. Это стратегически важнейшая точка на карте земли. Недаром римляне и финикиец по происхождению Ганнибал Барка, сын Гамилькара Барки, провели столько жестоких войн. Это династия баркидов и римлян. А если перейти к Азербайджану? А если перейти еще секунду, например, к Босфору, где был установлен Константинополь, не зря, важнейшая стратегическая точка. Или взять Митридатовы воины с Помпеем тем же за Керченский пролив и полуостров Крым. А что было, то и будет. Что происходило, то и будет происходить. И если уже опять снова и с удовольствием перейти к Азербайджану, то вот этот узел, где находится наша с вами страна, узел, важнейший геополитический узел на стыке Европы и Азии. И иногда мы даже сами думаем, мы Европа или мы Азия, да, мы восточные люди, но здесь очень много из Европы, даже возьмите просто одну нашу архитектуру в столице, да. Конечно же, конечно же, это место, эта территория, она будет объектом вожделенных взглядов с разных точек этой планеты за то, чтобы или подружиться с нами, да, потому что географически мы хорошо, судьба такая, карма, или завоевать там и отнять территории какие-нибудь, может, хотя бы 20% на какое-то недолгое время. Но мы все время будем в центре внимания, именно потому, что мы облагословлены вот такой географии, да и природой, матушкой, которая дает нам прекрасные воды, полноводные реки, и Каспий, и 11 климатических поясов, и горы, и степи, и пустыни, и что хотите, и черное золото, и много чего. И вот вопрос, мы о том и говорим, в каких руках оказался на сегодняшний день Азербайджан, что все то, что дала природа, проведение, абсолют, или кто как это понимает, космос, все то благое, что у нас есть в Азербайджане, просто оказалось в прекрасных, рачительных, хозяйственных руках, и распоряжаются этим руководство Азербайджана с умом, и не просто с сегодняшним умом, а с каким-то определенным умением даже это планировать, потому что 30 лет назад, как сказал Якуб Бей, все находилось в разобранном и совершенно уничтоженном состоянии, но уже тогда закладывались эти краеугольные камни великого провидца, я так его называю, человека, которого был вижен, который умел видеть вперед на несколько десятилетий, а может и больше, мы пока не знаем. Это, конечно же, президент Азербайджана Гейдар Алиев, который заложил вот эти вот уже какие-то камешки в какие-то уголки, и его продолжатель, его последователь, Ильхам Алиев. Ну, вот видите, вы тоже фактически проводите такую преемственность, можно ее назвать политическую преемственность, вот к сегодняшнему дню, но мало того, вы практически ведете линию от истории, то есть экскурс вы совершили в историю, здесь география, есть еще понятие историческая география, как раз таки, это, безусловно, и геополитическое положение того или иного государства. Другое дело, я думаю, как раз вот Пан Якубе подтвердит, что есть очень богатые страны с очень богатыми природными ресурсами, но которые не смогли распорядиться вот своим богатством, которое у них есть, и они сейчас влачат буквально бедственное положение и нуждаются, а с другой стороны мы видим, насколько даже еще в период оккупации вот та экономическая независимость, которую удалось добиться, она привела к независимости политической. Якуб, если можно вот тогда раскрыть вот политологически ваше восприятие ситуации, насколько все же удалось вот за этот небольшой по историческим меркам срок, буквально, вот если мы берем 93-й год, когда Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, и вот на сегодня, вот что вы видите основным, то, что привело вот к сегодняшним успехам? Ну, смотрите, результаты нужно видеть всегда в контексте. Есть страны, у которых нет никаких проблем, есть страны, которых никто никогда не оккупировал, не нападал, не колонизировал, не грабил, и в общем у них все всегда хорошо. У Азербайджана контекст был другой. Это и фактически постколониальное состояние, ведь 70 лет решения принимались не в Баку, а в Москве, и не Азербайджан сам определял свои направления, своего развития, а был частью большой системы, где были другие приоритеты. Это и очень сложный регион, и сложные проблемные соседи, в том числе явления такие, как экстремизм, сепаратизм, терроризм, все это было, и как мы видим до сих пор не все страны Южного Кавказа с этими проблемами справились. И прежде всего это же агрессия и оккупация. И мы видим, что многие страны постсоветского пространства, сталкиваясь с этими проблемами, тоже не справились, некоторые из них находились и находятся из-за этого в очень плачевном состоянии. То есть Азербайджан столкнулся с абсолютно беспрецедентными проблемами. И в такой ситуации, откровенно говоря, в ситуации, в которой вы имеете дело с перманентным кризисом, когда каждый следующий день хуже предыдущего, когда на вас наваливаются, на молодое государство, которое только создает свои структуры, наваливаются проблемы, которые другие государства могли бы просто уничтожить. И мы знаем такие примеры. В такой ситуации единственное, что может спасти, что спасло Турцию во время Ататюрка, что спасло Польшу во время Пилсуцкого и что спасло Азербайджан во время Гайдара Алиева, это качество лидерства. Без лидера, без человека, который берет на себя ответственность за происходящее и который понимает, что делать и не только понимает, а умеет воплощать это в жизнь, это не удалось бы. То есть только благодаря умному и сильному лидеру, причем умным Азербайджан смог не только решить эти проблемы, не только выйти, вырулить, как говорится, из этих чрезвычайно сложных ситуаций, но и достичь всего, что он достиг как в духовном, так и в материальном плане. Вы знаете, вот я недавно смотрел сколько в Баку театров, и я понял, что эти все театры, они созданы в стране, которая была 30 лет под оккупацией, в которой 30 лет фактически главным приоритетом было освобождение своей территории. Во многих странах даже в мирное время, даже без этого всего, но нет такой культуры. Вот я сейчас понял, что я за 15 командировок не смогу пойти во все театры хотя бы раз. И все это делалось в чрезвычайно сложной ситуации. И это показывает, что вам ну наверное просто повезло, что может быть Бог вам улыбнулся, что у вас был лидер, который не только хотел, но и мог. Потому что очень часто бывает так, что лидер либо сильный, либо умный. Либо то, либо другое. Либо хочет, но не может, либо может, но не хочет. Мы это видим особенно сейчас в Европе, которая не может или не хочет решать свои проблемы. Нам иногда кажется, может быть, в Европе они вообще даже не знают, они хотят или могут, не могут ответить на оба вопроса сразу. Таймур, это настолько грустная дискуссия, потому что я во всем этом живу, что я даже не хочу начинать. Но вам в этом плане повезло. У вас есть и был лидер, у которого есть эти два качества. кстати, поэтому и Шольджи и другие хотят, просят президента Азербайджана с ними встречаться, потому что Азербайджан переломил главный негативный тренд, который существует в современном мире, вот этот главный негативный тренд, который, на мой взгляд, и думаю, вы со мной согласитесь, идет от отказа от ценностей, идет от нигилизма, этот тренд можно определить уже так политологическим языком, как игра с нулевой суммой, то есть либо ты, либо я, то есть каждый мой выигрыш, это твоя потеря, а значит каждый твой успех, это мой неуспех, Азербайджан смог переломить этот тренд, ведь, ну посмотрите, вот если бы Азербайджан действовал в такой логике, то он и мы, у нас достаточно информации, чтобы это очень хорошо понимать, с технической военной точки зрения не было никаких проблем оккупировать всю Армению, взять Еревань, прогнать оттуда всех армян и объявить это своей территорией, с военной точки зрения это вообще не было проблемой, вот такое было соотношение сил, такая была внешняя обстановка, если бы азербайджанцы были армянами, наверное, вы бы так сделали, но у вас другая логика, вы дошли до границы, сказали, вот наши, вот ваши, как по закону, а теперь давайте заключаем мирный договор и живем нормально, и вы это смогли сказать людям, которые вас 30 лет оккупировали и причинили вам столько бед, и это ключевой успех, это переломление тренда, это показывает, что можно в этом мире быть не только умным, не только мастером дипломатии и тактики и стратегии, но можно быть так же человечным, можно подняться на высокий моральный уровень, я бы сказал, что вот историки, когда будут через 100 или 200 лет рассматривать, как Азербайджан добился мира, не только для себя, но и для всего региона, будут обращать внимание на этот фактор, на то, что вы не только сильные, не только умные, но еще и человечные. Ну, очень-очень серьезный взгляд, очень серьезный подход, конечно, Якуб Бей, как всегда, и очень важно как раз это слышать из уст человека, из уст аналитика, который не является гражданином Азербайджана, живет в Европе, в центре, который прекрасно разбирается в хитросвитениях мировой геополитики, помимо Азербайджана, вы же ездите по всему миру, мы вот даже с вами встречались, вы были в Турции, вы все время в других странах Европы, западная часть, вы Соединенных Штатов, то есть вы видите мир, скажем, глазами политолога, аналитика, и видите его, исходя из того, с чем сталкиваетесь повседневно, вот вы когда говорите, что уже и выходить не хочу, и выезжать не хочу никуда, я, кстати, здесь Элла Махарниша из «Время не ждет», вспомнил, который тоже там уже не хотел ничего, ни бизнес-проектов, ничего, но здесь получается, а в Азербайджан тянет, Ренахану, вот на Кубе в Азербайджан тянет, то есть не только, как он говорит, на конференции, не только, потому что там хорошо, он хочет опять в очередной раз вот этот дух. А я сейчас ему расскажу. Извините, пожалуйста, Таймур Муэллим, вы знаете, вот мы недавно с женой говорили, я думаю, возможно, скоро мы просто вместе приедем на неделю или две в отпуск, просто в горы, на море посмотреть страну, потому что много где еще в Азербайджане нету, он очень хочет запоминать. Ждем вас с удовольствием, вы всегда один из любимых наших гостей, дай бог, добро пожаловать, всегда. я хотела назвать еще одну причину, почему его сюда тянет, но прежде я несколько раз хочу сделать за время вашего выступления, вот так вам браво, 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 настолько много точек соприкосновения нахожу с нашим собеседником, но вот добавить к тренду, который Азербайджан нашел, в политике, о котором говорил и о Кубе, я хочу добавить еще один тренд, а когда ты говоришь правду, ты даже не должен напрягаться, она ведь у тебя одна, и поэтому даже те противники или недоброжелатели на Западе, мы можем назвать одну страну или пару стран с предвзятым отношением к Азербайджану, даже если они возьмут вот такую огромную лупу и будут смотреть на нас вот с такой лупой и выискивать где и что не так сказано, они ее не найдут, потому что здесь все прозрачно, здесь кристально и причем все время одно и то же, и действительно без агрессии, без напора и без какой-то истерии, вот стоит образованный, с идеально выверенной речью на многих языках, кстати, и абсолютно уверенный в своей правоте человек, и говорит что-то своему народу, а другие народы слышат, здесь трудно, здесь практически невозможно это победить, отсюда и отношения канцлера Шольца и других, а почему в Азербайджан все время всех тянет, да потому что здесь одна из точек, на мой взгляд, как я всегда рассуждаю в своих поездках или своим слушателям рассказываю, одна из тех точек, где зарождались цивилизации, ведь, помните, мы с вами говорили, люди постоянно ищут, где же она, колыбель цивилизации, но если просто поискать в компьютере, то там выйдет, это Месопотамия, и очень много есть причин, почему мы верим, что это Месопотамия, попав в Китай, мы поддаемся убеждениям китайцев, которые говорят, оставь Месопотамию, это у нас здесь, в Китае, истина великая, и проект каналов, Месопотамии пишут в компьютере, Междуречия, между Тигром и Ефратом, потом я попадаю в Китай, китайцы мне говорят, оставь Месопотамию, в нашем Междуречии, в нашем, между Янзы и желтой рекой Хуанхе, вот это Междуречия, я уже начинаю понимать, что есть какая-то связь Междуречия, Междуречия, потом попадаешь в Индию, и индийцы говорят, посмотри на нашу арабскую цивилизацию, или Мухэнджо-Дару, расщепление атома 2000 лет назад, Магабхарата, наша Междуречия, опять возникает Междуречия, между Индом и Гангом, или Гангой, как правильно, попадаешь в Италию, я уже ищу, искусственно ищу Междуречия, где зародилась цивилизация, этруски, у которых римляне все потом переписали и выдали за свое, нахожу, Тоскана, Туске, Тоске, этруски, Арно и Тевера, Тибор, и тогда я начинаю искать, где же мое Междуречие, я же тоже Междуречия, наверное, какое могу найти у себя дома, я его нахожу, это Кура, на плаву, Араз, или Аракс, какое его называют, общепринятое название, и вот эта низменность, Курино-Аракская низменность, где зародилась великая цивилизация зарастрицев, и волшебная страна Айриана, Ваэджа или Веджа вдруг оживает, как когда-то ожила Троя, найденная Шлиманом, и я понимаю, что здесь тоже есть какая-то сакральность, и слава Богу, что мы эту сакральность сейчас смогли возродить, и, наверное, стремимся к тому, чтобы всячески ее сохранить. Вот это вот необъяснимое, но что-то, что витает в воздухе, и так сладостно питает наши взгляды, наш слух, наше обоняние, да, может быть, этим и объясняется. И дает надежду. Дает надежду, несомненно, потому что мы тоже имеем право называться каким-то маленьким очагом, где когда-то зародилась цивилизация, ну, у нас есть и Азыхская пещера, и Гобустан, и очень много других раскопок, что говорит о том, что вот эта географическая точка всегда привлекала людей для проживания. Ну, вот, и смотрите, мы сегодня стараемся как-то расширить, наверное, наш взгляд на происходящее в Мюнхене, но, может быть, напрямую мы не говорим о Мюнхенской конференции. что взаимосвязь великая. Конечно, то есть история, культура, музыка, традиции, народ, и, фактически, создание ситуации в обществе, создание ситуации единства, когда железный кулак, он может становиться железным, он может быть просто кулаком, он может быть просто единением на основе созидания, и в нужный момент он фактически становится таким, каким должен быть, это не важно, это уже политическая, экономическая, социальная сфера, или, скажем, военная. То есть, фактически, закладывается государство, государство на основе того, что делает государство, государством, опять-таки, корни, земля, люди, и политическое лидерство. И, Якуб, уже и к вам вот последний вопрос, если можно, как раз в продолжение тех нюансов, которые вы отразили в первом, во втором вопросе, и то, что вот Рена Ханум говорит, ведь вы показали практически справедливость Азербайджана за этот период, и то, что говорила как раз Рена Ханум, что не расходятся слова с делами, даже, оно очень интересно подошло, что это фактически, действительно, на сегодня новый тренд, когда открыто, прозрачно объясняется позиция государства на основе исторических фактов, политологических, с точки зрения логики и аналитики. И доказывается, что историческую справедливость можно добиваться на основе соблюдения международного права. Это то, как вы говорите, чего не хотят лидеры стран, которые себя относят безапелляционно, так сказать, к первому миру. Да, действительно, и успех Азербайджана, рост авторитета Азербайджана, рост авторитета президента Азербайджана, это же не просто так, это же не какая-то, знаете, волшебная палочка и не чудо какое-то, это 30 лет последовательной политики, правды и честного отношения. Ведь Азербайджан всегда абсолютно честно, откровенно и всем своим партнерам высказывал свою позицию. Не было никакого подвоха, не было никаких манипуляций, не было попыток, знаете, говорить одно, делать другое, а думать третье. Как, например, вот ваши соседи, да, вроде мы, значит, этот, знаете, мы эту Карабахскую, там, это самую, да, республику, что-то там, это не признаем, да, это мы не при чем, это значит, они, они какие-то там, знаете, вот из космоса прилетели, да, и вот, вот это, а с другой стороны, вот это все, да, сепаратизм, вооруженная подпитка, в общем, все понимают, все все понимают, а у Азербайджана всегда прямой подход к проблеме, вот закон, вот граница, вот наши интересы, вот ваши интересы, давайте договариваться, и это универсальный подход, Азербайджан дал пример, у Азербайджана есть ключ к проблемам 21 века, Азербайджан дал пример того, как можно их решать, даже в ситуации, когда, ну, вроде бы решения нет, ведь все 30 лет говорили, нет, нет решения, нет решения, и все врали, внешние, внешние игроки, так сказать, и их покровители врали среди других государств, и чиновники, функционеры международных организаций врали, и в результате, посмотрите, ведь многие, кто врут, многие, кто обманывают и манипулируют, делают это, потому что считают, что это выгодно, и что, и что, это вранье оказалось для них выгодно, нет, выгодно, оказалось правда, потому что, и в этом плане я вижу, ну, как человек, который смотрит, вот уже с какой-то универсальной точки зрения, как человек, ну, как бы отстраненный от национальных интересов Азербайджана, потому что у меня другая страна, у которой другие, у которой свои интересы, но вот с точки зрения интересов меня, как человека, европейца, поляка, победа Азербайджана, это ведь и моя победа, потому что это победа правды, это победа правды над вранем, это победа прямоты над манипуляцией, это победа честности над жульничеством, и в данном контексте это победа всего хорошего над всем плохим, поражение мрака от света, что вранье выгодно, что манипуляции выгодны, и что так будет всегда, и вот те, кто врут, они выигрывают, нет, Азербайджан показал, что те, кто врут, жульничают, крадут, оккупируют, они проигрывают, и в этом я вижу вот универсальный, глобальный смысл, и к этому еще и морально-этический смысл победы Азербайджана. И вот когда у меня спрашивают, вот ты так часто говоришь хорошо про Азербайджан, это что, это почему так? А я говорю, знаете, во-первых, потому что мне эта страна нравится, ну, во-вторых, потому что они правы, во-третьих, потому что это в интересах Польши, потому что я тоже не хочу, чтобы мне кто-то в какой-то день оккупировал, правда? И в-четвертых, потому что это делает мир лучше где-то, в каком-то месте, в каком-то регионе, на какой-то земле плохое закончилось, а хорошее с того возможно. Ну что ж, очень-очень интересная беседа у нас, ведь и благодаря вам, Ренахану, благодаря взглядам Якуба Корейбы, мы сегодня очень отчетливо и надеемся, что зритель подтвердит, видим, что истоки сегодняшних успехов Азербайджана, они кроются в истории, они кроются в тех шагах, которые были предприняты и буквально цементировали Азербайджан с точки зрения укрепления государственности, и вот вы в самом начале говорили, что в начале 90-х практически утеря государственности, фактически, уже она была реальной, и вот по крупицам собирая, по крупицам укрепляя Азербайджан экономически, политически, и можно даже сказать, и политологически, вот в этом плане Азербайджан проделал за 30 лет такую работу, гигантскую, гигантскую, и действительно, особенно вот буквально, если брать еще последние 20 лет президентства Ильхама Алиева, то есть вот эта платформа, которая была создана, этот цемент, он уже укреплялся, и вот эта многоэтажная геополитика, это наше умение четко делать приоритеты, дипломатия, искусство владеть своими природными богатствами, искусство работать на укрепление экономики, оно привело к сегодняшнему дню, и мы видим уже совершенно и новый этап, когда созидание, оно тоже становится примером, и мы, конечно, очень благодарны Якубу Коребу, который вот высказал такую точку зрения и подтверждает, и одна из мыслей, кстати, что почему такой негатив к Азербайджану у этих государств, которые себя уверенно считают первыми, потому что Азербайджан стал примером далеко не только для региона, и не только для ареала, скажем, для некоторых опасных примеров, восток, а для мира, а если брать еще движение непроисоединения, которые страны, многие члены этой организации столкнулись с колониальным прошлым, то есть они поняли, как можно освободиться и от колониального прошлого, и еще двигаться вперед на основе международного права достигать историческую справедливость. Напоминаем, что с нами сегодня была Рена Ханом-Миркасимова, филолог-публицист и политолог из Польши Якуб Корейба. Спасибо за внимание, следите за нашими программами, будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова